Приветствую! В данном видео я хочу поделиться своим наблюдением, ну и предупредить вас, чтобы вы не потеряли просто так деньги. О чем пойдет речь? Наверняка вы видели уже новость о том, что Национальный Банк Украины запустил программу Национальный Банкоматный Роуминг. И смысл этой программы в том, что в банках, в банкоматах устанавливаются одинаковые правила снятия налички, независимо от того, являетесь вы клиентом банка или не являетесь. И как анонсировалось в СМИ, что теперь, независимо от того, клиент ты банка, либо не клиент того банка, в банкоматах которого ты снимаешь наличку, на тебя распространяются одинаковые ограничения по сумме снятия и не устанавливается комиссия за снятие. Вот такая информация прошла в СМИ. Мое наблюдение по этому поводу. Последние полгода я проживаю в одном месте и, понятно, где снимаешь деньги? В ближайшем банкомате. И так сложилось, что этот ближайший банкомат принадлежит Украэксимбанку, если я правильно название произнес, да. С карточки Монобанка в банкомате Украэксимбанка я все время снимал наличку без комиссии. Я снимал наличку без комиссии ровно до того момента, пока не заработал проект национальный банкоматный роуминг. Вот понимаете, ну вот как только государство тебе говорит, что мы сейчас тебе сделаем лучше, в этот же момент происходит введение комиссии на снятие налички. Причем я же вот как и все, да, читаю новости и иду в банкомат и не думаю, что там будут снимать с меня комиссию. И получается, что ты приходишь, снимаешь, а потом уже, когда ты вбираешь баланс, ты видишь, сняли комиссию. Вопрос не в том, понятно, это не какие-то супер большие деньги, но в современных условиях, когда для многих людей каждая копейка на счету, даже эти деньги, это комиссия, которую можно заплатить, да, а можно не заплатить, даже эти суммы важны. И поэтому, друзья, что я хочу вам сказать, снимайте наличку в банкомате того банка, который выдал вам карту. Вот там точно не должно быть комиссии. Если вы снимаете наличку, хотите снять наличку, особенно если это какая-то существенная сумма, проверьте, а в том банке, в котором вы будете снимать, действительно ли нет комиссии. Да, ну если мы говорим о снятии налички в банкомате другого банка, либо, как, например, вариант, да, когда мы пользуемся монобанком, да, у них нет своих банкоматов, и поэтому мы всегда вынуждены снимать наличку в чужих банках. Вот проверьте, какие условия сотрудничества с этим банком. Потому что в противном случае, если мы верим тому, что пишут в СМИ, да, ты приходишь, вставляешь карточку, на радостях снимаешь деньги, а потом оказывается, что все-таки там была комиссия. Друзья, проверяйте всегда правила снятия налички. Они есть на сайтах банков, а если не хотите этим заморачиваться, просто снимайте наличку в банкомате того банка, который и выдал вам пластиковую карту, соответственно. Друзья, напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, здоровья и, конечно же, мира. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»